В Татарстане проходит телемарафон в поддержку военной службы по контракту «Вступай в армию победы». В рамках телемарафона рассказывают о мерах поддержки бойцов и их семей, о том, кому полагаются повышенные выплаты, как заключить контракт и многое другое. Общее время телемарафона – 12 часов. В нем принял участие и мэр города Наиль Магдеев, а также наши съемочные группы. Мэр Чулнов Наиль Магдеев рассказал о мерах поддержки для военнослужащих и их родных. Так, в семьях бойцов на свет появились 54 малыша. Как шутит градоначальник, он теперь крестный папа этих малышей. Он старается присутствовать на каждой выписке. Кроме того, каждой семье вручается 100 тысяч рублей от города. Эта сплоченность закладывается сегодня всеми теми действиями, которые делают жители города Набережная Чулны, муниципалитет Республики Тарстан, главы городов и районов. Мы реальными действиями сегодня, пусть и небольшими шагами, поддерживая семьи военнослужащих, поддерживая наши шефские воинские части, закладываем то самое единство в общество, которое будет жить и работать после специальной военной операции. Более 500 юных чулницев, чьи отцы находятся на передовой. Второй год ходят в детсады бесплатно. Не платят они и за школьное питание. В настоящее время более 700 человек находятся в летних издравительных лагерях за счет бюджета города. Российская Федерация – это мощная сила, это сила, которая поддерживается нашим многонациональным народом. Это сила, которую никогда никому невозможно победить. И я думаю, что все то, что сегодня делается государством, муниципалитетами, все это приближает нашу общую победу. Кроме того, на постоянной основе город отправляют гуманитарную шефскую помощь. Так, сначала СВО военнослужащие получили груз весом более 1100 тонн. Сейчас порядка 2500 челнинцев защищают интересы России и мирное население. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, Новости, Набережные Челны.